Солистка Театра эстрады, лауреат Всесоюзного конкурса артистов эстрады Клара Новикова, Анатолий Анатолий Расс, во сне и наяву. АПЛОДИСМЕНТЫ Стой, кто меня на руки? Смотрю, это моя тень. Я тени свои боюсь. А как это вообще все произошло? Я не знаю, я сейчас по порядку все расскажу, как это было. Я в аэропорт пришла, мне билет нужно было купить в Семипалатинске. Я в Семипалатинске живу, у меня туда билет. Я два дня не могу купить. Я в аэропорт пришла, нет билетов, я зашла в туалет, стою, плачу, билетов нет. А тут уборщица, тетя Клава, я потом познакомился. Он говорит, что ревешь, я говорю, билет достать не могу. Она говорит, так вот беда-то, билет не может достать. Ты, говорит, паспорт, давай деньги. Ну? Ты, говорит, давай в паспорт 25 рублей внутрь клади. И никогда не волнуйся, никакая-то невзятка. Это страх сбор. Сбор за страх. Что не улетишь. Я говорю, десяточку, давай еще на паспорт сверху. Еще одну десяточку, это подъемные. Чтобы у меня стимул был подняться и пойти за билетом. Через час она приходит, билет этот приносит, билет. Самолет, знаете, 14.57. Вот вы когда-нибудь улетали ровно в 14.57? Никогда не... А я ровно в 14. Ровно в 14.57. Вот 57, вот я посмотрела, когда самолет выруливал на часы, был 57. Только не 14, а 17. У них там самолет задержался из-за одного человека. Он никак это не мог пройти вот это вот. Ну, где проверяют. Звенел, извенел, извенел, извенел. Он уже и пояс снял, и мелочи с кармана все выложил, и зубы на полковку. Звенит. В трусах остался, звенит. А что, знаете, с чего у него железным-то было? Нервы. Нервы. А у него вот эта вот штука как раз на нем и сломал. Нас из-за этого задержал. Ну, в общем, в самолет нас вели, а мы насиделись, намаялись. Уж жарко ужасно в самолете, жара такая, борт-проводница говорит, садитесь на свободные места. Я плюхнулась, чувствую жара, такая сил моих нет. Дремать-то начало, жарко ужасно. Я тогда провалюсь вот, только спустится он, слышу там, командир корабля, полосков первого класса. Думаю, где эту фамилию уже слышала? Думаю, неужели он и здесь у штурвала? Думаю, за бортом минус 72, слышу, думаю, что-то я легко оделась. Ну, не пойду я за борт, тут посижу. Вот, и так я чувствую, провалюсь, 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 и прямо провалюсь. Чувствую, подруги свои людки, она ниже меня этажом живет, она говорит, хорошо, что завалила. Мне как раз фильм принесли на ведешнике, вот, страсти в пыли. Тут, видишь, титры пошли, 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 титры пошли, пошли. И салон самолета, вроде бы как у нас, точно такой же салон. Бортпроводница ходит и всем предлагает джюс, водка, говорит, коньяк, водка. Ну, в общем, издевается над народом. А я так вижу, мужчина сидит, вроде бы как, и так мне пальчиком, и дуй так. А мне жарко, а так хорошо, он дует, такая. Чувствую, хорошо, нет пальчиком. Я смотрю на него, ой, как хорошо. А он говорит, еще лучше будет. А я говорю, еще лучше будет. А я ему поверила. Я в своей жизни всего два раза верила. Один раз в перестройку поверила. Она тоже ночью поверила, говорит, еще лучше будет. А я дур за ней побежала. И это вижу, он мне так пальчиком, еще лучше. И я думаю, ой, какой мужик, какой мужчина. Я таких и не видела. А я говорю, здравствуйте, я Рита, из Семипалатинска. А он мне говорит, очень приятно. А я говорю, шварценекер. И с вами. Ой, говорю. А я думаю, откуда знают вас? А вы на муж, что на моего первого похожи? Колька, точно такой. Только он маленький, толстый и лысый. А он так на меня. И я думаю, все, будь что будет. И ой, страсть-то какая. А тут молния сверкнула. А у него на джинсах. Думаю, все, началось мое свободное падение. Все, будь что будет. И он от меня. А я говорю, товарищ Сварценеггер. Товарищ Сварценеггер, меня подождите. Я сейчас за вами. Я иду. Хочу бежать. А не могу. Нога моя эта. А я, товарищ, одну минуту. Сядь, и нога моя там застряла. Я хочу одной ногой уже побежала. А другая еще вот здесь она у меня. И я думаю, как же ее. И я как размахнусь. И как рукой. Я просыпаюсь, а это человек-то, который рядом со мной сидел. А он, вижу, с пистолетом стоит. Перед ним бортпроводницы на коленях. В самолете никого нет, типа прятались. А он на меня с пистолетом говорит. Видал старуха, да? Это я говорю. Я старуха? Это я старуха. Ах ты сосунок какой. У меня со Шварценеггером страсти в пыли. А он меня старухой так называет. Ах ты, говорю. А он на меня в пистолет и говорит. Видала, да? Я говорю, видала, да. Я сумочку-то открываю. А тут пистолет достаю. А это он не ожидал. Я так наехался. А он так замахал, замахал. Руками замахал. И полку-то это сзади. Полка-то. А он мне дал ручное кладь оттуда. Свалилась моя кладь ручная. Я сама в самолет вносила. Такой пакетик целлофановый. Ну, совсем такой целлофановый. Совсем там два утюга и сковородка. Я в Москве на Рыжском рынке-то. Ах ты! О, мэс! Тут его взяли. Вот и все, что я... А пистолет-то мой откуда? Как я его купила на Рыжском рынке. Для Вовки сын своего водой пистолет стреляется. Я же не знала, что у того настоящий. Если бы я знала, что у него настоящий, я бы еще во сне умерла со Шварценеггером. Ах! Ах! Ой! А че свет зажгли-то, а? Как меня снимать будут? Меня будут? А как тут куда? Как мне говорить? А че-че такого я не... А че я должна сказать? Летайте самолетами Рафлота! Выгодно, удобно и не соскучишься. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ